Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя и начинается она у меня с Орла. Последнее время Орлу очень везет и вот он выпал снова в игре «Вышит все», которая проходит у меня ВКонтакте. Я, честно говоря, не ожидала, что у меня так будет бодро продвигаться, но вот мне кажется, что начиная с какого-то момента летом, он начал продвигаться очень активно и у меня уже готово 70%. Я, когда строила планы, говорила о том, что будет здорово, если еще и Орла я смогу закончить до Нового года. А после этого я его вышивала уже, то есть он снова выпал. И я понимаю, что вот эта мечта закончить его до Нового года, она уже не выглядит такой уж сомнительной, как в тот момент, когда я строила планы. Потому что вот сейчас мне осталось в нем вышивать примерно 11,5 тысяч крестиков. Вышиваю еще, там останется 10 с чем-то. Так, глядишь, скоро уже и в категорию «Хочу финиш» перейдет. Он еще и вышивается очень хорошо. Я, конечно, понимаю, что когда доберусь до бэкстича, там, наверное, будет все не так быстро. Но все же вот пока шьются крестики, вышивается он действительно очень и очень приятно. В прошлый раз, когда я бралась за эту работу, я сделала вот эти вот линии, то есть полностью наметила, так скажем, перья, которые здесь будут. Вышивала много-много одним цветом, даже еще полностью его не дошила на этом участке. Но в этот раз я к нему приступать не буду, потому что он там остался буквально вот здесь немножко и где-то вот здесь чуть-чуть. Мне уже не хочется им заниматься. Я возьму какой-то цвет, который вот будет вот здесь максимально близко. Вот эти вот пятнышки. Например, вот может быть вот этот цвет, который здесь расположен, возьму или вот здесь. И посмотрим. То есть может быть этого цвета будет совсем немного, может быть много. Потому что здесь вот как попадешь. Если я возьму какой-то, видимо, более светлый оттенок, может быть он только вот в этой части где-то крыла используется. Хотя, наверное, вот в этих тоже перьях светлые же оттенки есть. Но, в общем, здесь трудно мне предсказать. Каких-то там цветов еще осталось вышивать очень много. Прямо там тысяча, две может быть даже тысячи. А каких-то цветов совсем уже чуть-чуть. Поэтому здесь предугадать у меня не получится, буду ли я вышивать один цвет или как-то несколько. Но постараюсь продвигать эту работу на тысячу крестиков. Я ее продвинуть, конечно же, в этот раз хочу. Так, дальше. Дальше, я думаю, вы догадываетесь, какой я сюжет возьму, если вы смотрели мое прошлое видео. Ну, наверное, совсем и очень даже логично, что я хочу взять вот этот сюжет. Именно Милл Хилл Гроу. Потому что здесь мне осталось вышивать 1155 крестиков. То есть работа уже на финишной прямой. Крестики здесь все сделаны. Мне здесь нужно вышить бэкстич, которого здесь много. И пришить бисер, которого здесь не так много. Ну, если сравнивать с большинством сюжетов Милл Хилл. То есть обычно все-таки в Милл Хилл бисера побольше. Здесь будет чуть-чуть. Но вот бэка еще предстоит вышить приличное количество. Я надеюсь, что я с этой задачей справлюсь. Общее количество 1155 это, конечно, так, ну, нормальное количество. Не сильно маленькое. Но я надеюсь, что у меня все это получится. И, честно говоря, я надеюсь, что у меня это получится быстро. Потому что, ну, вот я начинала вышивать вот этот вот бэк вот в этой части. И он у меня шел очень хорошо, приятно. С кайфом и так далее. Поэтому я думаю, что он у меня будет дальше вышиваться так же весело, бодро и достаточно быстро. А поэтому я думала, что же мне еще такое взять. Но вдруг вот я быстро вышлю тысячу в Орле и быстро дошью вот этот вот Милл Хилл. И буду грустить, понимаешь ли, от того, что мне нечего взять, потому что я ничего не запланировала. И тут я подумала, а почему бы мне уже не приступить к выполнению планов на осень? Ну, хотя бы по чуть-чуть. Планы я сейчас имею в виду, конечно же, это новые процессы, новые какие-то старты. И я решила начать с маленького сюжетика. Потому что мне кажется, вдруг у меня получится его тоже очень-очень быстро вышить. Я уже один пункт плана, как бы галочку поставлю, что выполнен. Что же я решила взять? Я решила взять вот этот вот мухомор от Анушки. Давно не вышивала на дереве бисером я, вроде бы. Хотя нет, я же вышивала летом гранат от Оксаны Ершовой. А он там, в общем-то, тоже. Ну, там и крестики, и бисер, и всякие там бусинки, и стразы. А здесь только бисер. Но, тем не менее, я ни разу не вышивала вот эти вот наборы от Анушки. Давайте посмотрим на комплектацию. На самом деле, я думаю, что многие вышивали. Это я одна такая отсталая. Вот такой вот грибочек. И давайте посмотрим, что у нас здесь входит в набор. Сага есть в данном случае. Я обычно такие вот бисерные сюжеты по саге не вышиваю. Но можно скачать, посмотреть, сколько там бисер пришивается. Так, вот такая заготовочка. Вот такая обратная сторона из фетра, которая тут будет приклеиваться. Вот так. Такое чувство, что она как бы чуть-чуть меньше, чем дерево. То есть фетровая основа будет не прям вот так совпадать по контуру, а чуть-чуть будет отступать от края дерева. Ну, прям, я даже не могу сказать, что на миллиметр меньше миллиметра. Ну, вот так. Я не знаю, специально ли это так задумано или нет. Это неплохо, потому что, ну, не будет основы совершенно точно там где-то что-то как-то выглядывать. Ну, вот это просто та особенность, которую я заметила. Так, это у нас тут что-то, что-то. Рекомендации по вышиванию. Ну, в общем-то, рекомендации. Это у нас подставочка для грибочка. Давайте посмотрим, как он сюда входит. Входит хорошо и... Ну, да, вроде все хорошо. Правда, опять же, когда будет с фетром, я не знаю, будет ли так же хорошо входить. Может быть, вот эту часть нужно будет обрезать. Ладно, это надо будет просто подумать об этом заранее, не забыть. Так, и материалы. Нитка для пришивания бисера титан белая. И тут же иголочка. Наверное, это не целая катушка. Хотя, не знаю. Целая катушечка. Ну, такая небольшая здесь, не слишком много ниток. Но я думаю, что и хватит, конечно же. И бисер. Бисер здесь у нас получается семи цветов. Так. Два оттенка серого. Два оттенка зеленого. Белый. И два оттенка... Ну, я хотела сказать красного, но по мне он скорее розовый. Розовый. Немножко это для меня удивительно. Потому что я ожидала, что для мухомора будут прям ярко-ярко красные оттенки использоваться. Но вот он такой... Вот этот какой-то он красно-розовый. Он такой переливающийся. Красивый достаточно бисер. Интересный. Этот, кстати, тоже так же переливается. Вообще, очень красивый бисер. Просто немножко для меня странно, что для мухомора он используется такой вот... Такие розоватые какие-то оттенки. Ну что ж, хорошо. Так. И в принципе все. Вот, да. Бисер. Заготовочка. Нитки. Иголка. Это все есть. А, еще что я хотела вам рассказать по поводу этого сюжета. По поводу вот этой вот заготовки. Мне не очень нравится дерево в чистом виде. Вот здесь именно такой цвет. Бывают заготовочки всякие тонированные. Там цвет дерева мне иногда нравится больше. А вот этот, на мой взгляд, он такой достаточно простой. Поэтому я хотела его покрасить. И вспомнила о том, что мне рассказывали, что заготовки вот такие деревянные классно красить маркерами. Маркерами, ну вот типа вот таких. Это маркеры для скетчинга у меня. Они влагоустойчивые на спиртовой основе. Я взяла, правда, такие всякие разноцветные оттеночки. Может быть, напрасно. Может быть, надо было взять именно коричневые оттенки. И они, так, сейчас мне нужно определиться, где здесь у меня лицевая сторона, где изнаночная. Так, вот это у меня будет изнанка. Вот это лицевая, значит. На вот этой стороне можно поэкспериментировать. Давайте с вами посмотрим. Здесь с двух сторон разные вот эти вот наконечники. Здесь тоненькие. Здесь вот такой вот, ну как, у текстово делителя. И можно посмотреть, как это будет выглядеть. Вот, смотрите, какой коричневый получается цвет. Так, ну это вот какой-то прям такой красненький. Думаю, что для махомора он... Хотя, вы знаете, такой красно-коричневый такой, в общем-то. Так, серый, наверное, не буду пробовать. Хотя, можно тоже посмотреть. Вот такой цвет. Зелененький. Я вот как-то ставку больше всего на вот этот цвет делала. Ну, не знаю, не знаю. Рыженький такой получается. Рыженький. Давайте уже и этот посмотрим. Тоже серенький. Ну, такой почти черный, можно сказать. Вот такие цвета у меня есть. И нужно решить, в какой цвет покрасить мухомор. Можно на самом деле... Сейчас я подумала про то, что можно сделать, например, верх покрасить вот в такой вот красно-коричневый, а низ покрасить в зеленый как раз. Но здесь тогда вопрос еще, что с подставкой делать? Тоже в зеленой красить? Или выбрать просто вот такой вот коричневый цвет и покрасить все? Ладно. Я еще на самом деле вот как раз сейчас-то не буду. У меня другие сначала задачи. Я посмотрю, как будут выглядеть эти цвета после того, как они окончательно как-то впитаются и высохнут. Может быть, что-то изменится. И тогда уже решу, в какой цвет мне покрасить заготовочку. Вот такой эксперимент мы с вами проведем. Мне кажется, как раз на такой маленькой работе это будет сделать очень удобно. Ну вот, рассказала вам о своих планах. Пойду их выполнять потихонечку. Ну и скоро с вами увидимся. Посмотрим, что у меня получилось из всего этого великолепия. Итак, продолжаем разговор. Я славно повышевала за эти дни. И обязательно, конечно же, вам покажу, что я сделала. Но прежде я хочу показать вам набор, который ко мне приехал. Если вы смотрели мое видео о новинках за август, то, вероятно, помните, что я там упомянула об этом, что набор ко мне один едет из показанных. И предложила вам угадать, какой же из представленных в видео набор я заказала. Честно говоря, угадали очень и очень немногие. Буквально несколько человек предположили правильный вариант. Большинство, наверное, сказали о том, что, скорее всего, ко мне едет брошка от панны сова. Но здесь вы, вероятно, не учли то, что продажи ее похожей еще даже нет. И, в принципе, я, честно говоря, не собираюсь ее покупать. Но и вот этот момент, что, по-моему, в продаже ее пока еще нет. Были варианты носочки от Риолис. Это, наверное, тот, который мог бы быть действительно вариант. Очень милые носочки. Могла бы я их купить, но все-таки решила, что нет. А что же я все-таки приобрела? И это вот этот вот набор от фирмы Радуга Бисера. И буквально только несколько человек подумали именно в этом направлении. То есть был комментарий, где девушка написала, что один из двух показанных наборов, то есть я показывала еще черешню в пару к этому сюжету. И вот она написала, что один из них. Был комментарий, что Риолис или, ну, Риолис носочки, или вот этот вот сюжет. То есть тоже, в общем-то, девушка угадала. И еще был один вариант, там девушка написала черешню. Я считаю, что тоже она была очень близка, потому что, на самом деле, мне нравятся эти два сюжета. И черешню я, скорее всего, тоже приобрету. Но просто решила для начала взять один набор, посмотреть на него поближе, потом уже заказывать второй. Так что вот такой замечательный сюжет от Радуги Бисера у меня появился. Мне нравится. Мне, правда, очень нравится. И очень хочется в него заглянуть. Хотя тут все-таки красиво, ровненько лежит и упаковано. Что не знаю. Так, сейчас я посмотрю, если легко откроется. Ну, так. Так, ладно, открою. Хочется мне глянуть на бисер. Хотя бы одним глазком. Добыла. Добыла все-таки. Вот такая основа. Ну, в общем-то, основа для меня уже привычная. И для тех, кто вышивал другие сюжеты от Радуги Бисера, я думаю, тоже. То есть вот эти всякие талисманчики, кружочки, или фигурки, которые у них выходили. Вот я матрешку, например, недавно вышивала. Есть схема. Есть вот такая напечатанная. И вот, собственно, я хотела посмотреть на бисер. Вот такой вот здесь бисер для лимончиков. Желтенький, красненький, зеленый. Аккуратненько тут поперебираю. Картонка вложена в набор, чтобы можно было на нее натянуть эту работу. И после того, как, видимо, натягивается, так понимаю, одна картонка. Ого! Какая мощная картонка! То есть здесь... А, нет, две. Две-две-две. Все-таки две. А то я думаю, неужели такой толстый картон. Два кусочка, два квадратика. Соответственно, можно сделать пинкип. То есть можно обратную сторону просто обтянуть какой-нибудь подходящей тканью и потом соединить их вместе. Ну, а можно просто, наверное, натянуть на одну картонку и, например, ставить в рамочку. Тоже как вариант. Вот такая здесь у нас получается красота. Нитки. Что ниток маловато, мне кажется. Ну, не кажется, что маловато ниток. Раньше была катушечка вот в этих маленьких талисманчиках, а здесь вроде сюжет. Ну, хотя там двусторонняя работа, а здесь только одна сторона. Соответственно, может, они примерно одинаковые по объему работы. И вот такая заготовочка. Красивенько все. Так. Ну, здесь нужно будет еще придумать, на чем вышивать, потому что поля не слишком большие для того, чтобы поставить в пяльца какие-то. Ну, посмотрим. Может быть, в какие-то квадратные получится разместить. В общем, надо попримиряться. Здесь будет. Черешню тоже хочется, поэтому, скорее всего, черешню тоже куплю. Так. Это наборчик. И теперь давайте перейдем к вышивке. Посмотрим, что же мне удалось навышивать. Но удалось мне вышивать, в общем-то, немало. И начинаем мы с орла. В орле я сделала необходимую тысячу крестиков. Давайте посмотрим, как он у меня выглядел до этой тысячи. Внимание обращаем на крылья. И вот теперь работа выглядит вот так. Я думаю, понятно, что крылья стали более такими плотными, увесистыми, более мощными. И я вышивала именно в них. Вышивала одним цветом, опять же. Да? Вроде бы одним было. Или двумя. Я уже забыла. Вышивала два дня назад, уже все забыла. Но это не так важно. В общем, по-прежнему здесь все вышивается так же приятно, комфортно, довольно-таки удобно. И я надеюсь, что мы с ним расстаемся ненадолго. Как-то в последнее время ему очень везет. И, вероятно, повезет еще. И обязательно мы с ним встретимся. Там все меньше и меньше уже остается. В работе уже 10 с чем-то, по-моему, тысяч крестиков. Что-то такое. 73% уже готово здесь. Так что мы с ним очень даже хорошо продвигаемся. Замечательно получается. Все прекрасно. Идем дальше. И дальше я хочу показать вам завершенную работу. Я думаю, что вы догадались, что она завершена по тому факту, что она уже у меня находится не на куснапах. Да, я ее буквально только что сняла с куснапов. И у меня не проглажены края. Но я надеюсь, что на восприятии самой работы это не отразится. Так, Stix Mill Hill. Stix это серия. Сюжет называется Grow. И вот моя распрекрасная работа. Давайте будем поближе рассматривать. Сначала вот так, а потом, может быть, и еще поближе. Здесь мне нужно было вышить 1155 крестиков. Что я, собственно, и сделала. Хотя, по факту, в этот раз я вышивала не крестики. Я вышивала бэкстич и пришивала бисер. Еще в прошлый раз я вам рассказывала о том, что мне очень понравилось здесь вышивать бэк. Потому что он идет четко по контуру. Я люблю такой бэкстич. То есть у меня к бэку неоднозначные отношения. Я не очень люблю бэк, который либо плохо виден, либо он, например, трава или какие-нибудь прожилки в листьях. Или шерсть у животных. Вот это для меня такой сложный бэкстич. А если бэкстич идет по контуру, он очерчивает что-то, он проявляет какие-то детали, вот именно такие четкие детали. Такой бэкстич я люблю и порой с удовольствием его вышиваю. Здесь он именно такой. Он здесь такой весь. К тому же он еще вышивается здесь в две нити, что делает контуры еще более четкими, яркими, понятными. И, конечно, никаких сложностей с тем, чтобы вышивать такой бэкстич. Ну, лично у меня нету. Поэтому бэк я вышивала здесь с огромным удовольствием. Потом перешла к вышивке бисера. Бисера здесь шесть цветов. И в целом его не так уж много. Здесь всего два цвета бисера, которые аппетиты, которые пришиваются крестиком. Это вот здесь в нижней части. Вот здесь вот в цветочке, в этом. И вот здесь в таких ягодках, вероятно. Но здесь буквально по одной штучке пришито. А вот здесь, в этом цветочке, тут побольше этого красного бисера. И такой зелененький или бирюзовый, может быть, даже его можно назвать. Но все-таки, наверное, больше зеленый. Вот здесь, вот тут, вот в этих завиточках, листочках, тоже бисер аппетит. Остальные четыре вида бисера – это крупный бисер. Он идет по дереву, такой коричневый бисер. Здесь, я думаю, его достаточно хорошо видно. Также вот здесь, вот в солнышке, бисер такой желтенький. Как бы вам так показать, чтобы было получше видно. В луне, наоборот, бисер голубой. Серебряный такой серединка, он очень красиво блестит. А желтый, он прозрачный, прокрашенный внутри. Тоже очень красивый бисер. И вот я на него смотрю. Интересно, что здесь крестики вышиты несколькими оттенками. Ну, двумя тут как минимум, я уже не помню опять же. И вот этот бисер, он смотрится чуть-чуть по-разному. В зависимости от того, в окружении каких крестиков он находится. Вот сейчас смотрю, и мне кажется, что там как будто даже два вида бисера пришито. Хотя я точно знаю, что один. Вот. Этот тоже очень красивый бисер, вот он только здесь пришивается. А желтый, он еще идет вот в таких вот звездочках. Вот здесь вот три штучки, здесь одна. И вот здесь одна. И еще довольно много здесь зеленого бисера. Он идет в листочках такими тоже элементами небольшими. Добавлениями в каждом листике буквально есть некое количество бисера. Ну, там от трех до где-то, наверное, шести штучек примерно так. Вот здесь вот тоже вот этот зеленый бисер есть. Он тоже такой прозрачный, с прокрашенной зеленой серединкой. Очень тоже симпатичный. Но вот его видно хуже всего, мне кажется, в этой работе. Остальное больше заметно. Он желтенький заметно. Этот вообще очень хорошо видно. Он еще так сверкает красиво. Коричневый тоже заметен. Ну, возможно, вот красный петит не слишком виден, особенно через камеру, потому что там все с красным сливается. Вот этот внизу зелененький петит более-менее виден, надеюсь. Но в целом, конечно, работа с небольшим количеством бисера. Это мой первый сюжет из этой серии. И, насколько я понимаю, эта серия, в принципе, отличается тем, что здесь больше все-таки вышивки крестом и меньше вышивки бисером. Но от этого она не менее прекрасна. Все равно очень красиво получается. Я довольна. Давайте посмотрим так вот в сравнении с обложкой. Вот вроде бы все то же самое, но все-таки реальная вышивка, реальная готовая работа смотрится ярче. Может быть, она чуть-чуть потемнее. Может быть, обложка немножко высветленная. Может, еще какие-то факторы играют. Но, в принципе, цветопередача довольно близкая. Я бы только сказала, что вышивка сама немножечко потемнее, пожалуй. Так. И по материалам. Нитки, которые остались от набора, остались в приличном количестве. Каких-то ниток ушло довольно много. Например, вот этих коричневых. Этим цветом вышивался бэкстич. Ну, напоминаю, что бэкстич вышивается в две нити. Это темно-коричневый цвет 3371 DMC. И его было много. Его прям прилично так было. Осталось тоже. Запас есть, но осталось немножечко. Каких-то цветов прям такой большой получился запас. Каких-то поменьше. Но, в общем и целом, всех ниток осталось. И никаких вопросов у меня к ниткам нет. Все здесь прекрасно. В принципе, с бисером та же самая история. Бисер находился в двух пакетиках. Я никогда не разбираю перед тем, как вышивать бисер. Просто высыпаю из одного пакетика и вышиваю все цвета, которые в этом пакетике присутствуют. Ну, не одновременно, конечно. А сначала один, потом другой, потом третий. То есть я, например, сначала взяла вот этот вот пакетик, потому что именно в нем находится бисер петит. Я начинаю вышивать именно с петитом по двум причинам. Ну, во-первых, если бисера много, то удобно сначала пришить петит, а потом крупный пришивать. Меньше крупный бисер мешает. Ну, в данном случае это бы не было проблемой. Но еще и потому, что петит пришивать, это более трудоемкий процесс, потому что он пришивается крестом. И времени уходит на него побольше. И я стараюсь сделать вот эту часть работы, которая более сложная, сначала, а потом оставить себе уже напоследок самую легкую часть, крупный бисер, который пришивается полукрестом. И вот так как в этом пакетике как раз оба цвета петита были, поэтому я начала именно с него. Вышила сначала красненький, потом зелененький, потом вот уже пришивала крупный желтый. Потом взяла второй пакетик, также высыпаю просто из него бисер. И беру сначала какой-то один цвет, потом другой, потом третий и так далее. Вот, как видите, запас тоже остался. Надо, кстати, мне заняться разбором бисера от наборчиков Милхилл и тоже его как-то упорядочить, пока у меня все это в таких остаточках вот и лежит. Ну, что могу сказать я? Ну, это Милхилл. Милхилл приносит мне удовольствие, дарит радость и хорошее настроение. Материалы радуют. Здесь я заменила, правда, основу перфорированную бумагу на вот такую ткань и 28 каунта. И мне было очень комфортно на ней вышивать. Я довольна, что я это сделала. Так что тоже здесь, значит, никаких сложностей не было. Ниточки DMC, бисер, Милхилл. В общем, все здесь прекрасно по комплектации, по разработкам, по результату. Так что вот у меня еще один финиш. И, конечно же, я очень этому факту рада. Так, и что вам еще показать? Я вам показывала грибочек. Вот этот вот дизайн от группы Иванушки. И говорила о том, что если у меня останется время, я тоже его повышиваю. Ну, и действительно, время осталось. Я его повышивала, я его вышила. Вот такой грибочек у меня получился. Смотрите, очень даже замечательный получился. Цвет, который я выбрала для основы. Кстати, я все-таки не с той стороны попробовала раскрашивать основу. Ну, перепутала все равно. Вроде что-то куда-то смотрела, но, видимо, не туда. Но это не важно, потому что я пробовала вот как раз на той части, которая потом зашивалась бисером. Поэтому все это зашилось и ничего не видно. Но цвет я выбрала все-таки коричневый. Такой вот самый коричневый из всех, которые у меня были. Мне кажется, получилось хорошо. Получилось вот симпатично. Я вот эту торцевую часть заготовки не красила. Но как раз этот цвет очень хорошо с ней сочетается. То есть вообще как будто они почти что одинаковые. Вышивала, начиная снизу. Вышивать мне понравилось. То есть, ну, как бы никакие сложности нет. С отверстиями тут все нормально. В смысле иголка хорошо проходит. Схема тоже довольно-таки комфортная. По итогу, вроде шляпка мне нравится у грибочка. Она, да, не такая стандартно красная, как, может быть, я привыкла. Она больше в розовый уходит. Но цвета красивые. За счет того, что у них такие переливы есть. Два цвета здесь используются. Более темный он идет вот здесь. Как-то вот так вот. И по самому-самому верху тоже идет более темный цвет, на самом деле. То есть он как бы очевидно не различается. Вот если зеленый мы смотрим, мы видим, что здесь два вида зеленых. Ну, однозначно. Здесь как бы нет речи о каких-то плавных переходах. Но, в принципе, здесь и не должно быть переходов. Это травинки. И это такое вот как раз, ну, в принципе, то, что мы видим, вероятно. А вот здесь на шляпке как раз за счет того, что цвета довольно близкие. Еще плюс каждый из них, они такие радужные. И за счет этого очень интересный эффект получается. Мне вот шляпка очень нравится. В ножке гриба три цвета бисера используются. И два из них очень близкие. Это белый. Но вот он белый, знаете, такой вот не белоснежный. Он как бы чуть-чуть прозрачный, что ли. А следующий за ним серый. Он очень тоже такой светленький. Поэтому они довольно близки. Но за счет этого, возможно, здесь как раз плавные переходы тоже и получаются. Которые хорошо смотрятся. В общем, мне кажется, очень даже достойный и симпатичный грибочек у меня получился. Лучше, чем на обложке. Я довольна тем, что я покрасила основу. На мой взгляд, он выглядит более благородным от этого. Здесь я приклеила уже вот эту обратную сторону. Но, как я и говорила, она чуть-чуть отступает от края. И для того, чтобы у меня здесь не выступал белый контур, я с этой стороны краешек тоже покрасила тем же самым цветом. Поэтому выступающая часть чуть-чуть есть. Но она вот прям совсем-совсем минимальна. Это смотрится нормально. К этому претензий нет. Просто говорю вам как факт об этом. Но и за счет того, что я ее покрасила, она совершенно в глаза не бросается. Что, наверное, тут мне не очень нравится, это то, что вот эта заготовка, она фетровая, я имею в виду, она пушится. Я не знаю, насколько вам это будет видно. Я не стала убирать этот пушок, как раз чтобы вам показать. Ну, его можно срезать, конечно. Здесь вот видно пример. Можно срезать и тоже не сказать, что это какая-то особая проблема. Я попробовала приклеить фетр, включая вот ножку, которая вставляется в подставку. Но не смогла потом засунуть эту ножку в подставку. Поэтому мне пришлось срезать. Но срезать уже на приклеенной этой заготовочке. Поэтому лучше, вот если вы будете делать, сразу примеряйте. Если заготовка хорошо входит в подставку без фетра, не болтается там, то лучше сразу эту часть просто срезать. Это удобнее будет, чем срезать потом, как вот я делала. Ну вот, вот такая была вся основа светленькая. И вот такая она у меня темненькая получилась. Да, она такая немножечко где-то пятнистая, где-то полосками. Но эта структура дерева просвечивает. В общем-то, это не за счет того, что я как-то там неровно покрасила. Это вот такая вот структура дерева. Где-то, видимо, больше впиталась, где-то меньше впиталась. Ну, то есть, вот немножечко такая пятнистость может присутствовать. Опять же, за счет того, что у нас здесь контур выглядывает совсем небольшой, это смотрится весьма неплохо и, на мой взгляд, достойно. Симпатичный грибочек получился. Так что у меня даже два финиша уже на этой неделе. Можно прям неделю заканчивать. Но она еще не закончилась. Она еще не закончилась, поэтому давайте поговорим о том, что же будет дальше. Дальше я буду выбирать сейчас задание из ваших комментариев. Помимо этого, голосование на Boosty тоже у меня прошло. Давайте сначала покажу вам, что выбрали зрители на Boosty. Там у нас вопрос решается большинством голосов. И хоть голосов там немного, но в этот раз большинство все-таки образовалось. И благодаря этому голосованию я буду вышивать бабу-ягу. Я, конечно же, довольна. Бабусю я очень люблю. Она у меня прекрасно вышивается. Вот так выглядит сейчас у меня работа. 26%, насколько я помню, у меня здесь вышито. И в этот раз я буду продолжать вышивать ее на ряд. Скорее всего, я буду продолжать вышивать красным цветом вот эту часть. И синим, хотя, наверное, тут и серым тоже повышиваю. Ну, в общем, я буду вышивать ее на ряд. Получается, у меня вот эта вот часть нижняя вышита. Вот здесь у меня синий тоже цвет уже есть. И немножко красным начато. Поэтому красную вот эту часть, вероятно, повышиваю. Вот эти вот серые участки тоже повышиваю. Но здесь слишком далеко. Я уйти вряд ли смогу. То есть у меня, наверное, где-то досюда вот есть возможность примерно вышивать. Поэтому пока повышиваю вот эту часть. Полагаю, что здесь ни одна тысяча крестиков. Поэтому все, наверное, я и не вышью. Это вот, значит, первое, чем я буду заниматься. А теперь поговорим о голосовании на ютубе. Прочитала комментарии. Спасибо всем, кто написал. Спасибо тем, кто смотрел на Дзене и пришел проголосовать на ютубе. Но я не смогла определить, за кого же голосовали больше. Мне кажется, в этот раз прям такой разнобой. Очень много за всех. Может быть, чуть-чуть как-то больше было за северную девушку. Но тоже, если было чуть больше, то прям совсем чуть-чуть. Про Вербочку вы тоже часто вспоминаете. Потому что действительно редко попадает она ко мне в руки. И за все остальные работы голоса были. Помимо этого были голоса также за категории. Причем их тоже было в этот раз немало. И тоже за разные категории. Даже был такой комментарий. Вот в прошлый раз, если вы помните, я один сюжет выбирала таким образом. Сначала кидала кубики, выбирая категорию. А потом уже крутила рулетку из выпавшей категории. И вот девушка предложила сделать еще раз таким же образом. Поэтому что выпадет, совершенно неизвестно. Давайте будем выбирать. Итак, мы вставляем ссылочку и загружаем видео. На данный момент 113 комментариев. Так, картинка у нас опять подгружаться не хочет. Ну и ладно. Обойдемся без картинки. Выбираем. Так, быстренько у нас вот так обрабатываются комментарии. И что же, что же будет? Так, пупсенка 17. Жду крылья у орла, он прекрасен. Но голосую все равно за великое. Я уже даже что-то немножко расстроилась. Я, наверное, чуть-чуть подустала от орла. И думала, что сейчас снова придется вышивать орла. Что ж, мы тогда крутим рулетку, думая о великом. Спасибо вам за комментарий. Давайте будем выбирать дальше. Итак, рулетка, думая о великом. Здесь у нас сейчас 4 сюжета. Это Баба-яга, Северная сказка, Жирафы и Лонгдог. Что, выбираем? Поехали. Так, ждем. Самый лучший результат. Неужели будет еще раз Баба-яга? Нет, не будет. И это у нас многими долгожданный сюжет. Северная сказка. Девушка наша северная от золотых ручек. Ну что ж, прекрасно. Значит, обе дамочки в деле. Так, золотые ручки. Северная сказка. Здесь у меня готова 15%. Вышивать здесь еще много. Много-много-много. 28 тысяч крестиков здесь еще шить. И на данный момент у меня готова как раз нижняя часть. Я вплотную подобралась к девушке. Поэтому в этот раз я буду заниматься именно ей. А точнее вот этой нижней частью ее наряда, который вышивается ниточками в Гамма Клауд. Именно ими я буду вышивать. Посмотрю, как мне будет вышиваться на 16-м каунте на Аиде этими нитками. Но надеюсь, что все будет хорошо. Немножко меня пугает то, что здесь есть бленды из ниток Гамма Клауд. То есть, если бы были только чистые цвета, я могла бы вдевать в уголку один кончик нити и складывать вот эти два конца вместе. А так как у меня будет бленд, то мне придется брать две ниточки и вдевать в иголку их именно таким образом. Соответственно, мне нужно будет протягивать через основу 4 ниточки Гамма Клауд, что, вероятно, будет посложнее. Но посмотрим. Я думаю, что справлюсь. Наверное, надо будет взять толстенькую иголочку. А здесь, по-моему, было две иголки для вышивки, мне кажется. А может, я ошибаюсь. Может быть, это было у фирмы Панна Верби, так как там тоже нитки Гамма Клауд и обычные нитки Мулине. Там вот две иголочки лежало. Одна потоньше, другая потолще. Потолще как раз для ниток Гамма Клауд. Но я здесь тоже возьму толстую иголочку. Думаю, что у меня все получится. Не знаю, сколько в крестиках вот эта вот часть. Будет ли здесь тысяча? Я думаю, даже больше тысячи здесь будет. Поэтому не ждите от меня каких-то глобальных визуальных продвижений. Я думаю, ну, вот так вот как-то мы и будем здесь продвигаться. Ничего прям сильно интересного, вероятно, не будет. Ну, кроме того, что это нитки Гамма Клауд. Ну, и я хочу взять еще одну работу. И в этот раз я выбрала Звездного дракона. Потому что это работа, которую мне нужно закончить в этом году. И я нехитрые подсчеты произвела. 16 тысяч крестиков здесь нужно еще вышить. Ну, даже больше 16. И у меня 4 месяца, так сказать, в распоряжении. Поэтому нужно вышивать по 4 тысячи крестиков, чтобы завершить эту работу к Новому году. По 4 тысячи крестиков в месяц. Не меньше. А для этого нужно что делать? Для этого нужно их вышивать. Поэтому я постараюсь здесь сделать как можно больше крестиков. Но, конечно, как обычно, я стремлюсь хотя бы к тысяче. Если здесь получится больше, то это будет замечательно. В общем-то, мне бы хотелось, чтобы получилось больше. Тем более, работа идет хорошо. И пока вот такое вот здесь пустое пространство, мне очень хочется его заполнить. Как-то оно выглядит слишком пустым после того, как уже там была такая интересная всякая часть. А теперь вот чего-то мне не хватает. Поэтому надо тоже продвигать и заполнять. 50% в этой работе готово. И вот если я 5% ищу, будет круто. Буду, наверное, здесь стремиться к 5%. Это побольше, чем тысяча крестиков. Но посмотрим, как у меня это получится. Так что вот такие планы. Смотрите, какая замечательная компания у меня собралась. Две мифические дамочки и дракон. И я думаю, что им должно быть вместе уютно. Они так вместе хорошенько компанией и продвинутся вперед. Увидимся с вами уже через секунду. И посмотрим, как это получилось. Подведем итоги. Вот и заканчивается очередная неделя. И давайте посмотрим, что у меня получилось сделать. Бабушка Баба-Яга. Вышивала я ее по выбору своих зрителей и подписчиков на бусте. И здесь я сделала такую стандартную, в общем-то, 1000-1079 крестиков. Давайте посмотрим, как работа у меня выглядела до этого подхода. И теперь она выглядит вот таким образом. В принципе, повышивала то, что и планировала. Планировала я повышивать вот этот вот такой передничек, наверное, можно это назвать. Вот здесь сделала несколько сереньких полос. Немножко вышила вот этим таким коричневым цветом. Ну, в общем, продолжала вышивать наряд Бабы-Яги. И вот здесь уже набралось 1079 крестиков. Казалось бы, вроде бы не такой же большой участок вышила, а крестиков набралось. Из интересного здесь был интересный бленд. То есть все остальное, в общем-то, как обычно. Все нормально, прекрасно, хорошо. То есть здесь у меня эпитеты по отношению Бабы-Яги к этому сюжету, к этому дизайну мне не меняются. Но вот из интересного это был такой бленд, который вышивается вот здесь в промежуточках. И это сочетание синего и темно-красного цвета. Давайте поближе покажу. Ну, вот так, наверное, будет, может быть, видно. Или вот так, прям совсем поближе. Надеюсь, что вам видно. Вот здесь, вот здесь. Есть такие крестики, которые как будто смотрятся немножко полосатенько. Я когда взяла эти две ниточки, то есть когда посмотрела, что у меня бленд выбрала соответствующие цвета и, в общем-то, удивилась сначала, что это такое необычное, скажем так, сочетание. Посмотрела, попробовала присмотреться на обложке, как это все выглядит и поняла, что, вероятно, да. Это у нас вот здесь. То есть, видите, у нее вот этот вот передничек, он как будто такой рваный, ну, не как будто, а порван. И вот здесь пришита заплатка, например, а где-то есть такие дырки. И вот в этих местах красная ткань, она продырявлена, и через нее видно синюю. И, вероятно, предполагается, что там, может быть, нитки какие-то или что-то такое. Ну, в общем, здесь так немножко все это хаотично, но вот такой интересный бленд здесь используется. Ну, а все остальное, в общем-то, как обычно, продвижение получилось хорошее, удовольствие тоже было от этого процесса. И дальше, я полагаю, будет пока так же. Хочется мне уже здесь повышевать бэкстич, но пока особой такой возможности нет. Можно, конечно, сделать на самом деле пару линий, например, вот здесь очертить край платья, да, вот этот вот подол, может быть, вот эту елку тоже пошить. Но, наверное, удобнее все-таки будет вышивать бэк, когда уже эта часть вот так немножко больше заполнится. И тогда уже сразу на всем этом участке сделать бэкстич. Тем более, что он меня здесь не напрягает абсолютно. Могу его вышивать довольно большими участками, большими объемами. Поэтому нет такой необходимости как-то разделять его на маленькие части. Так, ну вот, в общем, в Бабе-яге у меня вот такое продвижение. Дальше у меня была другая девушка, а именно вот эта северная девушка, северная сказка от Золотых ручек. Этот сюжет я вышивала по заданию из комментария на ютубе. И давайте тоже посмотрим, как у меня эта девушка выглядела. Здесь, конечно, изменения заметны. Теперь работа выглядит вот так. Но, наверное, нельзя сказать, что они как-то особенно интересные. И, честно, я когда вот смотрю на вот этот результат, мне кажется, что крестиков-то здесь немного. Ну вот как вам кажется визуально, сколько крестиков здесь прибавилось? Я бы сказала, вот если бы мне задали этот вопрос, я бы сказала, ну, 500, ну, может быть, 600. Но на самом деле у меня здесь сделано 1181 крестик. То есть я не просто 1000 сделала, я прям так хорошо вроде как перевыполнила даже эту свою условную норму. И выглядит это вот так. То есть я просто, когда смотрю на то, сколько мне здесь еще вот в этом участке, вот в этой опушке, да, вот в нижней части платья вышивать ниточками гамма-клауд, я понимаю, что здесь еще, судя по всему, пару тысяч крестиков-то есть, наверное. Не знаю, конечно, может быть, как-то путаю, но полагаю, что еще много вышивать. Что здесь по ниточкам гамма-клауд? Вот, с одной стороны, это оказалось легче, чем я предполагала. Давайте тоже вам поближе этот кусочек покажу. Мои кривенькие гамма-клаудовские крестики. Но они, правда, получаются не очень ровными, но, в принципе, это и не такое уж большое значение имеет. И это логично, потому что ниточки толстенькие, конечно, на 16-й аиде они не то, чтобы прямо как-то комфортно и гладенько укладываются, нет, конечно. Поэтому они получаются не очень ровненькие, но, опять же, это не особо еще имеет значение, потому что потом все равно начесывать все это, и ровность крестиков вообще не будет значения иметь никакого абсолютно. Их будет просто не видно. Поэтому просто шьем, собрав волю в кулак. Но, как я уже сказала, это оказалось сделать даже легче, чем я предполагала. Я думала, что мне будет сложно протягивать ниточки гамма-клауд через 16-ю аиду, вот эти бленды тоже. Но я взяла хорошую иголку. Кстати, вот здесь важно взять именно хорошую иголку, потому что сначала я взяла иголку толстенькую, но она была не очень хорошая. Она не очень скользила. Потом я поискала, какие у меня есть еще толстенькие иглы. У меня в основном 26 иглы, потому что по большей части я ими вышиваю, толстеньких у меня меньше. Но я нашла, что у меня есть иголочка вот толстенькая Бахин. И она просто потрясающе скользит. Она такая вот приятная в использовании. И с ней намного все сразу лучше, легче и веселее пошло. Да, возможно, крестики не стали ровнее. И иногда бывает, что я ошибаюсь и попадаю не в то отверстие, а в соседнее. Такое у меня случается. Ну, замечаю. В общем-то, это достаточно быстро. Но все равно вот с этой иголкой работать стало намного комфортнее, намного приятнее. Поэтому обращайте внимание на такие мелочи. Вот иногда просто, ну, я по себе, например, знаю, что я иногда вышиваю, вышиваю, вот давно, например, вышиваю какую-то работу. И в какой-то момент ловлю себя на том, что иголка вот плохо скользит. Как ты замечаешь это не сразу. Ты уже какое-то время вышиваешь вот этой иголкой старой, которая плохо скользит. Но не обращаешь на это внимания. И потом ее меняешь на новую, и, боже, какая красота, как приятно, как сразу намного легче идет процесс. Поэтому я стараюсь на это внимание обращать. Ну, и вот здесь я тоже порадовалась, что эту иголку взяла. Я начала с чего? Начала я как раз тут с бленда на этом участке. Потому что я поняла, что здесь один цвет, он расположен вот так вот по периметру как раз этой части. И, ну, здесь какой-то такой перерыв есть, но вот так вот он практически везде есть, и его удобно вышивать. Я решила начать с него. Может быть, конечно, было бы в каком-то смысле удобнее начать с центра. То есть вот вышить центральную часть белым цветом, которая здесь, скорее всего, вышивается. А потом как бы с всех сторон потихонечку к этой центральной части тоже крестики подшивать, скажем так. Сейчас у меня получается несколько иначе. Получается наоборот, что я иду от периметра к центру. И больше возникает таких моментов, когда мне нужно крестик вышить где-нибудь внутри. Ну, даже вот здесь, может быть, по периметру вам видно, что там есть какие-то такие маленькие пустые пространства, куда нужно будет еще крестики засунуть. Но с другой стороны, зато мне считать было все легко. Если бы я пыталась тут вышить вот эту центральную белую часть, возможно, я бы как-то ошиблась в ее расположении. А так нормально получается и довольно комфортно. Вот здесь вот этот кусочек я зашила полностью как раз, чтобы посмотреть, насколько мне будет удобно зашивать вот эту внутреннюю часть. И таким образом, в принципе, зашила тоже. Ок, справилась. Надеюсь, что и дальше будет так же. Вот здесь тоже чуть-чуть вышла куда-то уже в другое место. Получается, у меня вот эта вот опушечка вот так идет. Здесь у нас что? До оленя вроде далеко. Не совсем понятно. Наверное, вот здесь выглядывает тоже кусочек, вот этот пушистый кусочек как бы из-за платья выглядывает. Наверное, это как-то вот так выглядит. Ну, немножечко меня не то чтобы расстраивает, но не слишком вдохновляет, наверное, то, что еще пару раз мне точно придется заниматься именно вот этими крестиками, ниточками Гамма Клауд вышивать. И только потом я доберусь до вот этих опять ярких, красных, синих и таких вот темно-темно бордовых крестиков. Там будет уже вышивать поинтереснее и полегче. Ну, ладно, главное эту часть как-то преодолеть. В общем, здесь я тоже продвинулась, хорошо продвинулась и довольна этим фактом. И вышивала я еще одну работу. Тоже посмотрим, как у меня выглядел Звездный Дракон до этой недели. Было у меня много-много тут пустого пространства. Я его потихонечку заполняю и теперь работа выглядит вот так. Тоже вышивала неплохо. Рассчитывала немного больше сделать, но сколько сделала, столько и молодец. 1385 крестиков у меня получилось сделать в этом сюжете. И получается уже опять красота, уже как-то заполняется вот это пустое пространство. Приятно на него становится смотреть. Я дошила вот этот элемент, почти дошила. Вот здесь полосочку желтую до конца не довела, просто потому что мне этот желтый цвет где-то дальше вышивать сейчас будет неудобно. А просто дошить полосочку и снова менять нитку мне не хотелось. Поэтому вот такой кусочек остался недошитым. А вот здесь вышло с одной стороны цветочек, здесь дальше будут листья, с этой стороны цветочек еще не вышло. Вот здесь у нас уже пойдет такая немножко несимметричная история. То есть пока все идет симметрично, ну кроме самого дракона, да, он как бы центральный элемент все-таки. И вот здесь дальше симметрия тоже будет нарушена. Но вот в этой части объекты тоже симметрично расположены. Поэтому пока буду ими еще заниматься в ближайшее время. Получается, конечно же, красиво. Вышивается все по-прежнему очень легко и просто. Кстати, вот эта вот часть, она вышивается легко, потому что здесь есть тоже повторы. И опять же симметрично и сразу. Одну часть вышиваешь, вторую часть начинаешь вышивать, ты понимаешь, как здесь и что расположено. Вот эта полоска вообще вышивается легко, здесь просто понимаешь логику. И можно даже не смотреть в схему. Так что здесь тоже у меня продвижение получилось отличное. Ну и получается, что в общей сложности за эту неделю я вышила 6482 крестика. Что считаю очень даже хорошим результатом. У меня получилось два финиша на этой неделе, что, конечно же, меня очень радует. И теперь у меня в работе 9 процессов. Давайте посмотрим на калаш. В категории хочу финиш осталось всего две работы. Это Санта и Грибные домики. В категории не сбавляй темп. Здесь три сюжета. Верба остается там по-прежнему. Орел потихонечку тоже догоняет вербу уже по количеству оставшихся крестиков. Буквально у них там разница в 300 крестиков. То есть, представляете мне, что в вербе, что в орле вышивать практически одинаково. И орел уже готов на 73%. Звездный дракон тоже хорошо продвинулся. И в нем осталось вышивать около 15 тысяч крестиков. И готов он на 54%. Вот до 55, к сожалению, я не дотянула. И категория думай о великом. Там это пока самая большая категория. Там у нас четыре работы. Жирафы, лонгдог пандемик. Баба-яга тоже в этот раз подросла. 28,5% теперь в ней уже вышито. И осталось в ней вышивать еще 36 тысяч крестиков. И северная девушка тоже сдвинулась с места. И готова теперь здесь 18,7% вышивать в ней еще примерно 27,5 тысяч крестиков. Вот такие у меня результаты. Надеюсь, что вам было интересно вместе со мной провести это время. Понаблюдать за моими продвижениями. Выбирайте сюжет, который вам наиболее симпатичен. Или который вы бы хотели, чтобы я просто продвинула. И пишите в комментарии. Я пока продолжаю выбирать задания из ваших комментариев на ютубе. Напоминаю, что именно здесь я это делаю. Поэтому если вы хотите поучаствовать в голосовании, то необходимо оставить комментарии именно на ютубе. Ну и также голосование у нас теперь идет еще и на Boosty. И там тоже вы можете поддержать мою деятельность. И получить доступ к видео немножко раньше. И в отдельных случаях тоже проголосовать за какой-нибудь сюжет. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.